И все-таки чуть-чуть в сторону от альбома уйдем, потому что знаю, что многие хотят услышать что-то вот такое и семейное тоже. Про Ирину, про вашу супругу не очень много информации. Что-то расскажете? Откуда она? Я знаю, что она модель, что она работает в агентстве. Да, она никогда не работала, это ложь. Самый ленивый человек относительно шоу-бизнеса. И, наверное, это нас и сохраняет вместе, потому что мы абсолютно разные люди. Ну, вы знаете, время такое, все неестественное, очень быстро остывает. Но у нее тоже украинские фамилии, да? Она погибает, да, но она из Орехова. А, то есть она... Она, да, украинские, наверное, украинские корни, да у всех у нас какие-то корни из одной земли. Это правда, это правда. А кто родители в нее? Москвичи. Ну, поэтому это не прощи. Но я думаю, это профессия. Чем можно заниматься в Москве? Наверное, одна профессия москвичей – это жизнь. Мы работали здесь, отца нету, и он трагически погиб. Но ваш папа тоже уже... И мамой, по-моему. Да, нас связывают. С папой вас, я так понимаю, что вы так про него в одно из интервью говорили, прям вот с таким чувством, что вот он был коммунист, кстати, так же, как и вы, вы тоже были членом КПСС. И что вот он был из таких вот, ну вот, из правильных коммунистов, которые... Вы рассказывали там историю, что ему там какую-то взятку в миллион долларов предложили. Да, не взял. Мя на глазах. И он, да, и вот он расстроился вообще в принципе, что может быть такая... Что может быть такое, что я могу к этому иметь какое-то дело. Да. Вот. Вы знаете, пока были такие люди, я вам скажу... А их сейчас нету? Вот, искали, были. Сейчас есть очень много хороших людей. Нет таких. Нету? Таких нет, потому что из-за таких, когда таких людей было большинство, никогда бы не было войны между родными народами. Понимаете, это были люди корни, это были люди, которые жили ногами на всей территории. Мне такой сон здесь недавно приснился, вот какой-то, я где-то в сентябре, я думал, мне приснилось, что я самый главный. Я даже не помню где, в стране или в мире. И мне нужно было решить быстро, а мне нужно было просыпаться уже, мне нужно было быстро решить вопрос войны мира. Я придумал, как решить вопрос с Крымом. Я бы с Крымом, я понял, что нужно с Крымом быстро что-то решить. И я придумал с Крымом, что я бы из Крыма сделал модель СССР. Я бы взял и роздал всем союзным республикам, кто хочет. Я даже НАТО бы кусочек дал, где-то там на перешейке. Пусть бы контролировали. Я бы пустил и решил воссоздать совсем другое государство, другой модель, утопической. Вот прямо там, где была часть России, Украины, Прибалтики, Казахстан, Татарстан, пожалуйста, чего, он там есть. Там Татары, Татарские, Татары есть. Чечня, вот, пожалуйста. И все бы сделали из этого модель того, как люди могли бы сосуществовать. Вы знаете, конечно. Вы утопист. Я утопист, абсолютно. Потому что я когда коммунистическую партию встречал, я вам скажу самое интересное, что можно было читать о коммунизме. Мне понравилась сразу идея острова утопия. Я помню еще со времен армии. Ну что, у меня устав было учить, кстати, я его знал. И там были слова про утопию, мне нравилось. И мне казалось, это самое честное отношение. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.